Привет, меня зовут Женя Ипполитов, я режиссер и преподаватель анимации. Сегодня я проведу мастер-класс от телеканала Cartoon Network, поскольку на телеканале вскоре выйдет мультфильм «Вся правда о медведях» полнометражный мультфильм. Я два года ждал этого фильма, я засыпал по трейлер на повторе. А я очень люблю этих персонажей, я на их примере покажу и расскажу, как можно создать небольшой мультфильм у себя дома. Давайте посмотрим. Перед вами все, что нам понадобится для того, чтобы снять мультфильм у себя дома. Стол, на котором мы будем снимать, на котором мы расположим наш фон, персонажей. Смартфон, обычный телефон или планшет с установленным приложением, про которое я расскажу отдельно. И какое-нибудь приспособление, с помощью которого мы закрепим наш смартфон над съемочной поверхностью. Если мы попробуем снимать мультфильм с рук, например, мы сняли кадр, что-то в кадре поменяли, мы передвинули нашего персонажа и попробовали поставить камеру еще раз так же и снять еще раз кадр. Выставить камеру точно так же нам не удастся. Поэтому камера у нас от кадра к кадру будет постоянно чуть-чуть смещаться. И тогда итоговый результат у нас получится дрожащий. Поэтому нужно обязательно закрепить свое устройство над съемочной поверхностью достаточно надежно, чтобы от кадра к кадру его положение не менялось. Это может быть штатив, либо две стопки журналов или книг, на которых мы расположим стекло. Или лучшее оргстекло, то есть прозрачный пластик. И тогда мы сможем расположить наш смартфон на этом стекле. Я бы предложил вам воспользоваться бумажным скотчем, чтобы когда мы что-нибудь настраиваем в программе съемки, в приложении, мы не сдвигали наш смартфон относительно стекла. Это коробка. Нам нужно расположить здесь смартфон, а значит нужно прорезать маленькую дырочку для камеры. таким вот образом. И смартфон мы расположили. Обязательно закрепим его бумажным скотчем. И последнее. Нам нужно здесь вот вырезать еще одну дырочку, чтобы подсветить наш кадр. Вот таким образом. Вот так это выглядит. Имеет смысл покрасить коробку изнутри в белый цвет. Тогда свет будет отражаться и будет более рассеянным. Вот три простых варианта. Точнее два простых и один чуть-чуть более сложный, который требует наличия штатива. И последнее, что нам понадобится, это установить приложение на свое устройство. Приложение называется Stop Motion Studio. Оно бесплатное и очень удобное для покадровой съемки. Там есть много полезных функций, в которых вы легко разберетесь. Это приложение установляется на любой смартфон или планшет. У нас с вами все готово для того, чтобы начать съемку. У нас есть штатив, камера, персонаж, лампа, которая все это подсвечивает. Прежде чем снимать, рассчитать, сколько кадров займет ваше движение, движение вашего персонажа. А именно, представьте себе, что ваш персонаж должен почесать лоб. Ну, допустим, в задумчивости. Почесал и опустил руку. Поднял, почесал, опустил. Как вы думаете, сколько кадров нужно на такое движение? Давайте посчитаем. Для начала нам нужна небольшая пауза, чтобы зритель увидел персонажа, понял, кто перед ним, в каком он пространстве находится. Давайте возьмем на это паузу в 8 кадров. То есть в 8 кадров у нас ничего не происходит. Просто сидит персонаж. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Персонаж начинает поднимать руку. 9, 10, 11, 12, 13, 14. В это время голова уже начинает опускаться к руке. 15, 16, 17, 18, 19. Стыковка произошла. А теперь начинаем процесс чесания. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. И опустим руку. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Еще маленькая пауза кадров на 8. Итого 48 кадров примерно у нас ушло на то, чтобы персонаж поднял руку, почесал лоб и опустил руку. Как вы можете понять, процесс это достаточно долгий и кропотливый. Готовьтесь к тому, что съемка займет у вас немало времени. Но думаю, что это стоит того, поскольку в анимации можете реализовать любую свою фантазию, какая бы она ни была. А я начну свою съемку. Первым делом мы подготовим персонажей и декорации. Персонажи у нас медведи. Силуэт у них одинаковый, поэтому наша задача сейчас будет вырезать три одинаковых силуэта. Один я уже подготовил. И сейчас мы подготовим еще два таких же. Так, мы подготовили персонажу тело, лапки и сейчас вырежем. Все части персонажа должны быть отдельными, чтобы мы могли их, собственно, анимировать. Так, наш медведь готов. Это уже второй медведь. Попробуем его собрать и на его примере посмотреть, как он мог бы анимироваться. У нас есть четыре лапки, две поменьше и две побольше. Соответственно, те, что поменьше, это дальние от нас. Те, что побольше, это ближние к нам. И если бы он, например, шел, то мы бы могли покадрово шевелить ему его лапки и перемещать медведя вперед по кадру. Чего нам не хватает? Нам не хватает цвета. Если мы говорим о двух из трех медведей, потому что белый, так и останется белым, цвет бумаги нам вполне подойдет. Предположим, что этот медведь у нас бурый медведь, гризли, или как его зовут, гриз. И мы его сейчас раскрасим. Ну вот и готовы практически наши персонажи. Осталось раскрасить панду. И можно будет снимать. Прежде чем начинать съемку, обязательно закрепите свой фон. Иначе, если во время съемки он у вас сдвинется, вам будет очень трудно эту ситуацию исправить. И вообще все, что в кадре двигаться не должно, обязательно должно быть закреплено. Вот у нас в кадре появляется наш персонаж. Он будет падать сверху, как в заставке, к сериалу, к сериалу «Вся правда о медведях». Вот таким вот образом он у нас покадрово слепнется вниз, отпружинит и встанет на ножки. Мы начинаем снимать мультфильм. Вот наше предложение для покадровой съемки. Нажимаем «Создать новый фильм». Для этого мы снимем несколько пустых кадров. И затем сверху появится персонаж кадра. Нажимаем на кнопку съемки. И вот у нас появляется новое окно, в котором мы уже видим весь кадр целиком. Делаем несколько пустых кадров. Для этого достаточно просто нажать на кнопку съемки. Мы снимаем со скоростью 10 кадров в секунду. Чуть позже покажу, где это настраивается. И запускаем нашего персонажа. Сначала видно только кусочек нашего героя. Сейчас он у нас будет падать сверху вниз. Вот, например, лапки. Хоп, сняли кадр. Дальше мы его сдвигаем ниже и снимаем следующий кадр. Расскажу вам об одной полезной функции. Вот здесь мы можем настраивать видимость предыдущего кадра, чтобы мы знали, насколько мы сдвинули нашего персонажа относительно предыдущего кадра. Очень удобно. Можем отрегулировать дальше, ближе. Либо, если мы вдруг случайно сбили нашего персонажа или как-то сдвинули, то мы можем выставить его в точности туда, где он был. Нам нужно будет сделать так, чтобы персонаж немного просел. Поскольку лапки у него не сгибаются, мы сделали их не сгибаемыми, но отдельными. Поэтому, чтобы он чуть-чуть отпружинил, мы можем сделать такое действие. Мы сейчас сделаем так, чтобы тело медведя относительно лапок сдвинулось чуть-чуть ниже, чем было, а потом вернулось в исходную точку. Тогда получится, как будто он приземлился, отпружинил и вернулся в обычное свое положение. Если кадр готов, то мы можем его снимать. Здесь нам нужно, чтобы он просел еще немножко сильнее, а лапки остались на месте, потому как они уже приземлились. Снимаем еще. Чуть-чуть возвращаем медведя. Вот он уже у нас начал слегка отпружинивать. И отпружинивает уже сильнее. Мы предположим, что сейчас он вернулся в исходную позицию. Посмотрим. Вот таким вот образом у нас он приземляется, слегка отпружинивает и устаканивается на одном месте. Затем на него могут приземлиться его братья и так далее. Для более красивого приземления мы можем использовать вот такие вот фазы. Сейчас я их вам покажу. То есть мы можем не только отпружинить тело относительно лапок, сдвигать. Мы можем еще это тело слегка вытянуть. Я подготовил две фазы, как тело медведя вытягивается, чтобы этот эффект пружины был еще нагляднее, еще виднее зрителю. Так получится еще красивее. Получается, вот он основной медведь. Вот это чуть-чуть приплюснутый, приплюснутый сильно. И потом он возвращается обратно таким же движением. Прежде чем приступить к чистовой съемке и снять ролик с той задумкой, которая у меня появилась, я покажу вам еще несколько важных моментов. Еще раз. Вот здесь мы регулируем, виден ли у нас предыдущий кадр. Если мы хотим, чтобы он не был виден, то мы переносим бегунок вверх. Если мы хотим, чтобы были видны и нынешний, и предыдущий, то в середину. Если только предыдущий, то вниз. Возвращаемся назад в такое меню. И здесь все настройки, которые вам понадобятся, будут под кнопочкой-шестереночкой. В первую очередь и главное, что я хотел бы вам показать, это регулировка частоты кадров. То есть, сколько кадров мы видим за одну секунду. Я предлагаю снимать 10 кадров в секунду. Так вам удастся создать достаточно плавное движение. И при этом это будет не слишком сложно. Если я выставлю другое количество кадров в секунду, скажем, 6, то вы увидите, что движение получается намного более медленным и существенно более рваным. Не таким плавным. Поэтому давайте договоримся снимать на 10 кадрах в секунду. Здесь есть еще целый ряд настроек, с которыми вы точно сможете разобраться. Программа достаточно простая. Можем приступать к созданию нашего проекта. Через некоторое время посмотрим, что получится. Продолжение следует... Теперь мы разобрались, как создавать анимацию у себя дома. Снимайте мультфильмы про медведей, придумывайте неожиданные финалы. И выкладывайте в соцсети с хэштегом... Ну и, конечно, смотрите премьеру полнометражного мультфильма «Вся правда о медведях» на Большом фестивале мультфильмов и канале Cartoon Network в ноябре. Пока! Кто готов смотреть фильм? Субтитры сделал DimaTorzok